С главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Почти все самоизолированные и на дому, и в обсерваторе выйдут из режима изоляции. Это более 160 человек. У всех контактных граждан тест-исследования на коронавирус дали отрицательный результат. 15 тысяч рублей штрафа за фейковое сообщение. В Ненинском округе озвучен первый приговор за опубликование недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Безопасность превыше всего. В аэропорту Нарьинмара продолжают действовать усиленные меры по недопущению распространения COVID-19. Сегодня воздушную гавань проинспектировал в рио губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный. Ледоход в Нарьинмаре ожидается 25 мая. В Нарьинмаре обсудили вопросы по безопасному прохождению паводкового периода. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. И начнем с актуальной информации об эпидемиологической обстановке. За последние сутки в регионах России выявлено около 5000 случаев заболевания COVID-19. Таким образом увеличилось общее количество заболевших. Оно приближается к 63 тысячам. За все время пандемии от коронавируса скончались 555 человек. Только за последние сутки – 42. На оперативном штабе в рио губернатора в режиме ВКС обсудили эпидситуацию в Ненинском округе. Завтра, 24 апреля, почти все самоизолированные и на дому, и в обсерваторе выйдут из режима изоляции. Это более 160 человек, прилетевших в Нарьинмар из Санкт-Петербурга на одном рейсе с заболевшей жительницей города и тех, с кем она контактировала до определения диагноза. У всех тест-исследования на коронавирус дали отрицательный результат. Остается пока неизвестной судьба шести жителей региона, которые долгое время не соглашались пройти тесты и отказывались от контакта с медиками. Пробы у них все же взяли, и результаты будут готовы завтра. Что касается эпидемиологической ситуации в округе по заболеваниям ОРВИ, то они пошли на спад, отметила главный санитарный врач Наталья Кирхар. Эпидпорог превышен всего на 14% среди взрослого населения, против 60% на прошлой неделе. Выявлено 9 случаев заболевания гриппом В, из них 8 человек не вакцинировались. Просто жители не знают, что вакцинация добавила человечеству дополнительно 25 лет жизни. Ну, приблизительно, так эксперты считают. В ходе ВКС-штаба обсуждался вопрос обеспечения лекарственными средствами и средствами защиты Нинецко-окружной больницы. По словам руководителя департамента здравоохранения Сергея Свиридова, на сегодняшний день медики обеспечены всем в полном объеме. Помимо этого закупаются костюмы химзащиты и многоразовые комбинезоны. Медики подготовлены и мы, в принципе, готовы ко всем вызовам, которые могут возникнуть. На заседании штаба шла речь и о контроле за ценообразованием на продукты питания на территории региона. В РИО губернатор в этой связи дал соответствующее поручение. Мы должны жестко контролировать цены на продовольственные товары и не допускать роста цен в сегодняшней ситуации. Я понимаю, что накладывает отпечаток в целом то, что, скорее всего, 24-го числа закроется зимник. И в ближайшее время продовольственные товары смогут попадать нам только воздушным путем. И это, безусловно, их удорожает. Но роста цен мы допустить не должны. Что касается первой и пока единственной заболевшей коронавирусом жительницы Наринмара, то сегодня ее выписали из стационара окружной больницы. Женщина прошла курс лечения и совершенно здорова. Последние два теста, проведенные пациентке, дали отрицательный результат. Иван Никонов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Система здравоохранения Ненецкого округа получит новое оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Речь идет о четырех аппаратах искусственной вентиляции легких и аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации. Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Сергей Свиридов. Оборудование приобретут за счет средств федерального бюджета. На эти цели из госказны выделено 10,5 миллионов рублей. Кроме того, без доведения средств централизованной закупкой Минздрава для региона будет закуплено еще три аппарата ИВЛ. Также выделены дополнительные средства в размере более 17 миллионов рублей на подготовку коечного фонда для принятия пациентов с COVID-19. Помимо прочего, профильным ведомствам ведется работа по закупке изолирующего бокса для транспортировки инфицированных пациентов из сельских поселений силами санитарной авиации. Оборудование будет приобретено на средства окружного бюджета, выделенные на реализацию мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Первое реальное наказание в Ненецком округе за распространение фейкового сообщения получил 18-летний житель города Нарьинмара. За опубликование недостоверной информации мировой судья Нарьинмарского городского суда признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей без конфискации предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба суда Ненецкого округа. Суд установил, что виновный в совершении административного правонарушения, а это 18-летний студент Данила Чупров, 12 апреля в 0 часов 14 минут, находясь в своей квартире, распространил в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Подслушано Нарьинмар», где обсуждался факт заражения жительницы города коронавирусной инфекцией, заведомо недостоверную общественно значимую информацию. Молодой человек утверждал, что заболевшая женщина сбежала из стационара и теперь весь город посадят на карантин. По мнению суда, данная информация создала угрозу панических настроений в период повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Ненецкого округа новой коронавирусной инфекции, введенного постановлением губернатора. В ходе судебного заседания Чупров пояснил, что сделал это, не подумав. Он искренне раскаялся в содеянном и сделал для себя соответствующие выводы. Молодой человек из многодетной семьи является студентом Архангельского торгово-экономического колледжа на платной основе. При вынесении наказания суд учел его имущественное положение, молодой возраст, а также признанием своей вины и раскаяния в содеянном, назначив штраф менее минимального размера, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 Кодекса об административной ответственности. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Безопасность превыше всего. Несмотря на снижение пассажиропотока в аэропорту Нарьинмара, действуют усиленные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Прибывающим пассажирам измеряют температуру, в павильонах вылета и прилета транслируются информационные аудио- и видеоролики. Сегодня воздушную гавань окружной столицы проинспектировал временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого округа Юрий Бездудный. Далее все подробности. Этим рейсом из Архангельска в окружную столицу прибыли всего 22 человека. Пассажиропоток в Неницком округе, впрочем, как и по всей стране, значительно снизился. Однако это не повод пренебрегать мерами предосторожности. Все прибывшие проходят так называемый входной фильтр. Мы измеряем, кстати, бесконтактный термонетр. После того, если по желанию пассажира он согласен, мы измеряем электронный термонетр. И после этого, если у нас повторяется второй раз, температура, мы его записываем в журнал регистрации, регистрируем. Ощущение тяжести в грудной клетке, повышение температуры, повышенное утомление. Мы говорим, чтобы он ожидал дома. С ней свяжутся. Кстати, именно бригада медиков, дежуривших в аэропорту, выявили первую в Неницком округе заболевшую новой коронавирусной инфекцией. Рекомендовали прилетевшей сидеть дома и обратиться на горячую линию, после чего женщина была госпитализирована. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Бездудный в ходе рабочей поездки в аэропорт поблагодарил работников здравоохранения за бдительность. В целом, все эти меры, которые мы сегодня применяем для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, они достаточные. И об этом говорят цифры. Поэтому у нас по-прежнему оставался один больной, но, скорее всего, сегодня-завтра этот больной будет выписан. И с самоизоляцией тоже те люди, которые контактировали с ним ранее, в ближайшие дни будут сняты. Я буду дополнительно информировать всех жителей о том, какая ситуация у нас с коронавирусом. Но сегодняшний день и контроль медицинского поста в аэропорту показывает, что действительно он работает, он эффективен. И на сегодняшний момент это такой действенный способ не допустить распространения коронавируса в нашем округе. Что же касается зала вылета и так называемые стерильные зоны, в основном здания аэропорта. Здесь установили дизары. Это аппараты для обеззараживания воздуха. Также в аэропорту транслируются аудио и видеоролики, в которых напоминают о симптомах и мерах профилактики. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». И теперь к другим новостям. Депутаты окружного собрания депутатов согласовали кандидатуру Сергея Лапина на должность прокурора Неницкого округа. Утверждение прошло в ходе тайного голосования на заседании очередной сессии регионального парламента. Кандидатуру Сергея Лапина окружному парламенту представил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров. Занимаемые должности состоит с 22 декабря 2017 года. За время службы зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессионально грамотным и инициативным руководителем. Сергей Юрьевич Лапин родился в 1980 году и имеет два высших образования. Окончил в 2001 году дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли по специальности юриспруденция. И в 2008 году Санкт-Петербургский государственный университет по специальности экономика и управления на предприятии. Профессиональную деятельность в органах прокуратуры начал с 2001 года с должности помощника прокурора. С декабря 2011 года и до назначения на должность работал в управлении Генеральной прокуратуры России в Северо-Западном федеральном округе. В обращении к депутатам Сергей Лапин рассказал о приоритетах в своей работе, которых он намерен придерживаться. Это жилищно-коммунальная сфера и здесь в том числе модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и ежегодное исполнение в надлежащем виде, опережающего от так называемого Северного завоза. В том числе это и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, проблемы здравоохранения, защита прав инвалидов. Также в числе приоритетных направлений Сергей Лапин назвал национальные и региональные проекты. Можно отметить только то, что он всегда бесстрастен, профессионален, рекомендации суждения всегда по делу и действительно помогает нам в нашей работе. И я уверен, что мы в таком же конструктивном ключе и продолжим наше сотрудничество в дальнейшем. Путем тайного голосования региональные парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Сергея Лапина на пост прокурора Ненецкого округа. Для меня важно это. И в случае положительного решения президента Российской Федерации о моем назначении, я готов к совместной плодотворной работе на благо жителей нашего региона. Решение окружного собрания депутатов о согласовании на должность прокурора оформляется постановлением, которое направляется к генеральному прокурору России в течение 10 дней со дня его принятия. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В ходе сессии окружные парламентарии также рассмотрели ряд других вопросов. Так, например, было принято решение о переносе срока предоставления сведения о доходах и расходах за прошлый год до 1 августа включительно. Документ разработан в целях реализации указа президента России и устанавливает особенности предоставления сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года отдельными категориями должностных лиц, которые обязаны предоставлять такие сведения. Ольга Русул продолжит тему. В ходе заседания очередной сессии парламентарии внесли изменения в статью закона об окружном бюджете на 2020 год. В предлагаемом проекте закона параметры окружного бюджета не изменяются. С целью обеспечения работы медицинских учреждений предлагается внести изменения в пункт 1 части 2 статьи 23 закона, дополнив его словами, на закупку товаров, используемых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Нинско-автономного округа. Необходимость была обусловлена реагированием на изменившуюся экономическую ситуацию и отменой ограничений на авансирование контрактов на закупку товаров, используемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Нинницкого округа. Сейчас заводы и предприятия, которые производят препараты, медикаменты и оборудование, перегружены. И согласно законодательству стандартно, мы не имеем права при закупках авансировать эти платежи. Соответственно, эти закупки затягиваются. Чтобы мы могли их провести быстро, практически моментально заключается контракт, и 100% авансируется эта закупка, и все эти необходимые вещи поступают к нам округу быстро. Контролем этих закупок будет заниматься наша счетная палата, контрольный ревизионный комитет, прокуратура и прочие надзорные органы. Также депутаты рассмотрели инициативу коллег из Архангельской области в поддержку региональных пожарных и спасателей. Парламентарии соседнего региона разработали законопроект о внесении изменений, федеральные законы об обязательном пенсионном страховании и о страховых пенсиях. Предлагается предусмотреть право на досрочный выход на пенсию работникам пожарной, охраны и аварийно-спасательных подразделений, субъектов России наравне с пожарными и спасателями федеральных ведомств. На сегодняшний день они находятся в неравных условиях, и те, кто работают на субъектовом уровне, они не имеют права льготного выхода на пенсию. В то время как федеральные, так скажем, противопожарные и спасательные службы, они это право имеют. Но при этом необходимо отметить, что и те, и другие одинаково рискуют своей жизнью при тушении пожаров, при спасении граждан и вообще выполнении спасательных операций. Поэтому считаем необходимым поддержать этот проект, мы его сегодня поддержали, и теперь дело за Государственной Думой и Советом Федерации. В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют мужчины и женщины по достижении ими возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Федеральной государственной противопожарной службы. Также правом на досрочную пенсию обладают лица по достижении 40 лет, проработавшие не менее 15 лет спасателями профессиональных аварийно-спасательных службов, федерального подчинения и участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, депутаты поддержали обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Речь идет о включении Ненецкого округа в перечень субъектов России в целях софинансирования расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей по достижению ребенком трех лет. Ненецкий автономный округ не является получателем финансовой поддержки студиальной бюджеты в связи с тем, что значение суммарного коэффициента рождаемости в регионе традиционно превышает установленную правильную величину. В 2016 году составило 2,77, в 2017 – 2,35, по итогам 2018 – 2,24. В окружном бюджете на эти выплаты предусмотрено 138 миллионов рублей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено софинансирование с федерального бюджета. Исходя из статистических данных, в округе наблюдается тенденция снижения рождаемости. С учетом предоставленных аргументов, депутатский корпус подготовил обращение в правительство России о включении Ненецкого округа в перечень субъектов, в отношении которых на счет средств федерального бюджета осуществляется софинансирование, независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Селеканал Север. Ледоход в районе Нарьинмара ожидается 25 мая. О прогнозе и обстановке на реке Печора в период весеннего половодия говорили в ходе заседания окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло в формате видеоконференц-связи под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного. Участие в заседании приняли заместитель губернатора Сергей Боенко и главы муниципальных образований Ненецкого округа. По информации начальника Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмар Людмилы Севастьяновой, осенне-зимний период 2019-2020 годов был аномально теплым с большим количеством осадков. Средняя температура воздуха за зиму превышала норму на 6-10 градусов. Ледоход ожидается 25 мая при уровне 600 сантиметров. В случае промирования затора на затороопасном участке в селе Оксина. Напомню, что неблагоприятная отметка 620 сантиметров. И также напомню, что в 2019 году ледоход прошел 20 мая при уровне 497 сантиметров. На территории Ненецкого автономного округа вдоль побережья Кипичора расположены 8 основных и 12 временных гидрологических постов. Начиная с села Великовисочное и заканчивая деревней Юшина в гостие Кипичора. В число населенных пунктов, подверженных подтоплению, входят Великовисочное, Лабожское, Оксина, Макарова, Тельвиска, Куя, Анди, Красное, Осколково, Харута, Харивер, частично Нарьенмар. По информации глав муниципалитетов, которые потенциально могут попасть в зону подтопления, в населенных пунктах готовы к приему и размещению пострадавшего от паводка населения и обеспечению людей продовольствием и предметами первой необходимости. В целом, для предупреждения ликвидации ЧАЭС в период весеннего половодия будет привлечено 483 человека и 305 единиц специализированной техники. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.